Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях. Замыкаем мы торговую неделю. Сегодня очень важный отчет по Non-Farm Perils. Рынок снова придет в движение и рассчитываем как минимум на повторение успехов по волатильности, опять же, вчерашнего дня. Non-Farm Perils сейчас очень важны, потому что это первый стоящий отчет, на основании которого мы будем судить в воздействии пандемии на американскую экономику. До этого, друзья, нам нужно сейчас разобраться, как мы закрываем, опять же, неделю по рынку нефти и по прочим рисковым инструментам. Начнем давайте с рынка нефти. 29,85 это котировки, которые мы видим прямо сейчас. Распродажи на рынке в целом продолжаются, уровень 30 держится. Вчера очень волатильная сессия, она была связана с довольно переменчивым новостным фоном. Сначала котировки активно росли, когда на рынке пришли сообщения о том, что Saudi Aramco повышает экспортную цену, поставочную цену для июньских контрактов своим азиатским партнерам. И цена выросла на 1,4 доллара до 6,5 доллара. Соответственно, можно сказать, что прирост составил 20%. Для участников рынка это стало своего рода сигналом того, что Саудовская Аравия несколько перемудрила с, опять же, теми действиями и с той программой, с которой она оказалась в торговой войне с Россией. Как вы помните, что основной рычаг давление на российскую сторону было связано с тем, что они хотели предоставить беспрецедентные скидки, на которые никогда бы не пошла российская сторона. Ну вот мы видим то, что эти скидки, которые ранее были предоставлены, не может выдерживать даже Саудовская Аравия. Но, друзья, признаю, что рост был недолгим. Котировки под конец торговой сессии развернулись. И тут, опять же, связано распродажи. Эти были обусловлены тем, что на рынке снова вернулись опасения, касающиеся более низкого спроса. Эти опасения опирались на данные по тому, насколько сильно вырос спрос на авиационное топливо. За последнюю неделю это все отголоски отчета по запасам нефти, которые мы анализировали в среду. Статистика здесь, друзья, проста. Если бы мы, опять же, детально сейчас анализировали динамику роста спроса на авиационное топливо за прошлый месяц, то могли бы увидеть следующую картину, что минимальные значения были в начале апреля. Оно и понятно, ведь тогда и стали действовать жесткие карантинные меры и полные запреты на трансграничные перемещения. Потом в рамках месяца спрос на топливо начал расти. Я даже не знаю, с чем это было связано, ведь мы все равно находились в условиях карантина. Однако вот по итогам последней недели, апреля, снова спрос на авиационное топливо просел до тех уровней, которые мы видели в начале месяца. И на основании этого я как минимум делаю вывод о том, что спрос на углеводороды, он не будет, друзья, восстановлен до тех пор, пока не снимут все вот эти трансграничные жесткие меры, не позволяющие людям перемещаться по территориям, пока не, собственно, снимут карантин. Ну и на рынке также были сообщения о том, что есть сомнения касательно некоторых участников сделки ОПЕК плюс-плюс, касательно их чистоплотности в соблюдении обязательств по сокращению добычи. Сделана была отсылка на Казахстан, хотя я думаю, что, наверное, речь все-таки завуалирована шла о более серьезных игроках. Ну, насколько соблюдаются обязательства, мы сможем увидеть, друзья, позже, когда выйдут данные, которые помогут нам оценить именно исполнение этой сделки ОПЕК. Ну, я думаю, что все равно рост предложения, даже с учетом того, что страны бы полностью соблюдали обязательства, рост предложения, он остается значительным. И вот это сокращение на 9,7, оно особо погоды не меняет, учитывая то, что спрос продолжает сильно сокращаться. Впереди экспирация, друзья, июньских фьючерсов. Это состоится уже 20 мая. До этих пор, повторюсь, я держу короткую позицию и вообще не вижу причин, по которым сейчас можно было бы от них отказываться. Индекс американской валюты 99,74. Впереди нонфармы, которые могут стать исторически плохими, могут показать самый худший месяц по росту количества новых рабочих мест. По прогнозам, без работы осталось, это будет официально зафиксировано, 22 миллиона человек. Уровень безработицы мог вырастить до 14%. Сегодня, друзья, повторюсь лишь, моя тактика действий следующая. Чем хуже выйдут данные, тем больше будет шансов у американской валюты упрочить и укрепить свои позиции. Поэтому я снова ориентируюсь на то, что индекс окажется выше сотки. И надеюсь, что кто-то из вас также разделяет такую же позицию. Евро против доллара 1,0843. Здесь, в принципе, ничего не меняется. Я не обращаю внимания на локальный проход покупателей, на переход инициатив от продавцов к покупателям, потому что позиционно картина не меняется. У нас куча слабых отчетов, которые, кстати говоря, на этой неделе у нас были и производственные заказы, и динамика промышленного производства в Германии. То есть все эти макроэкономические показатели свидетельствовали о историческом упадке, спаде в промышленности основного локомотива валютного блока. Европейский центральный банк вчера сделал комментарий о том, что решение конституционного суда никак не повлияет на активность банка по программе количественного смягчения и выкупа облигаций. Кристин Лаггар, друзья, которая выступала, также отметила, что главным страхом сейчас для европейского регулятора остается возможность повторной вспышки коронавируса. И если это произойдет, то все можно будет писать пропало, уж не ясно, когда мировая экономика еврозона выберется из того хаоса, который начнется. Да и сейчас вообще большие вопросы. Много вопросов к тому, насколько времени понадобится еврозоне, чтобы вернуться хотя бы к показателям 2018 года. Уж не знаю. В любом случае, по евро, друзья, держу короткую позицию. Цель ближайшая 1.07. Фунт против доллара 1.2384. Тоже очень волатильный день. Это и первичная реакция на решение поставки, и объемы программы количественного смягчения. Ставку и объем QE не изменили, как вы помните. Поскольку участники рынка рассчитывали на доп. стимулирование, то, соответственно, не получив его, трейдеры стали активно выкупать фунт. Потом стал выступать Бейли, отметив, что прогнозы экономического роста на второй квартал серьезно ухудшены до 30% в рамках квартального роста, а спад по итогам 2020 года превысит 7%. И, конечно же, Бейли отметил, что при необходимости Банк Англии будет готов вмешиваться в ситуацию, чтобы помочь экономике не нейтрализовать последствия пандемии. Я думаю, что между строк это был намек на то, что объемы программы количественного смягчения могут быть увеличены, тем более, что действующие лимиты текущей программы QE стекают уже в конце июня. Но без новых стимулов английской экономики не обойтись. Добавим сюда еще неопределенность по Брекзиту, и вот, пожалуйста, возможности для того, чтобы мы все-таки дожали пару фунт-доллар до уровня 1.20. Сейчас котировки 1.23.84, друзья, и я в сделке по продажам. Золото 1714, мы выросли, цель, вы знаете, 1750, биткоин 9902 доллара. Мы добрались до цели ближайших 10 тысяч, но это еще не предел, друзья. Основное событие халвинг в следующей неделе, вторник, и увидим биткоин еще дороже. Я ставлю на то, что следующим целевым ориентиром могут стать значения 12 тысяч и 12,5 тысяч. Доллар канадец сегодня также в центре внимания. 1.39.39 сейчас котировки. Я рекомендую возвращаться к покупкам этой валютной пары после закрепления ее выше уровня 1.40. В 15.30 выйдут данные по рынку труда Канады. По прогнозам нас ожидают тоже исторические минимальные значения. Без работы осталось больше 10 миллионов человек. Уровень безработицы рискует увеличиться до 18%. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok